Ночью 8 марта 2014 года произошло событие, которое сложно вообразить даже сейчас. Boeing 777-200 Amalaysia Airlines с 239 людьми на борту вылетел из Куала-Лумпура в Пекин. 30 минут спустя самолет становится для радаров неопознанным объектом. Лайнер изменяет направление и летит куда-то на юг Индийского океана еще порядка 7 часов. Затем, предположительно, у самолета заканчивается топливо и он падает в воду. Все пассажиры и экипаж признаются погибшими. По-прежнему не найдены ни тела, ни сам лайнер. Почему самолет отклонился от курса и что на самом деле случилось, до сих пор неизвестно. На поиски лайнера потратили 200 миллионов долларов. Результат – лишь несколько сумок и обломков, которые обнаружили случайно. Boeing 777 получился удачным по всем параметрам. На самолет до сих пор стабильный спрос. Готовится к релизу новое поколение со складными крыльями, лайнер крайне надежный. Первый серьезный инцидент с человеческими жертвами случился в 2013 году, через 18 лет после начала эксплуатации. Самолет Oceana Airlines из-за ошибки экипажа ударился в насыпь перед полосой в аэропорту Сан-Франциско. Лайнер загорелся, однако выжили почти все, из 307 людей на борту погибло трое. Рейс MH370 Куала-Лумпур, Пекин, был ночной. Вылет около 0 часов 30 минут, и спустя почти 6 часов путешественники уже в столице Китая. Всего набралось 227 пассажиров, в составе экипажа было еще 12 человек. Самолетом управляли 53-летний командир Захари Ахмад Шах и второй пилот Фарик Абдул-Хамид. Парню всего 27 лет, но он успел полетать на Boeing 737 и Airbus A330, а теперь осваивал три семерки. Хронология странных событий. Лайнер оторвался от полосы 8 марта в 0 часов 41 минута. Через полчаса, в 1 час 19 минут, диспетчер в аэропорту Куала-Лумпура получит последнее голосовое сообщение с борта Boeing 777. Две минуты спустя происходит кое-что странное. В самолете отключают транспондер. Устройство постоянно передает радарам актуальную информацию, номер рейса, высоту и так далее. При деактивации транспондера лайнер превращается для диспетчеров в неопознанный летающий объект. Радары по-прежнему его отображают. Но что это за самолет, непонятно. Просто точка на экране, без каких-либо сведений. Транспондер отключили точно в нужный момент. Boeing 777 покинул воздушное пространство Малайзии, его должны были подхватить вьетнамские авиадиспетчеры. Но те не сразу опомнились, что упустили самолет. Тем временем судно меняет направление и берет курс на юго-запад, в то время как рейс предполагает движение на северо-восток. Во время расследования будет установлено, что маневр не мог совершить автопилот. Как минимум при развороте самолет находился под контролем человека. Лайнер попадался военным радаром Таиланда, но местные диспетчеры не придали неизвестному объекту значения. Позднее они объяснили, что судно не представляло угрозы для воздушного пространства страны, поэтому никто не поинтересовался, что это вообще за самолет. Гражданские диспетчеры Вьетнама спохватились лишь через 12 минут после молчания MH370. Спустя час после вылета происходит еще одна необычная вещь. Отключается система Акарс. Она раз в 30 минут посылает через спутники массу технических данных, которые нужны авиакомпании, производителям самолета и комплектующих Boeing 777, статус систем, бортовая информация и так далее. Попытки диспетчеров связаться с MH370 не удались. К 2 часам 40 минутам руководство Malaysia Airlines получает плохую новость. Самолет исчез. Выйти на связь не получается. Лишь утром, через час после того, как Boeing 777 должен был приземлиться в аэропорту Пекина, авиакомпания объявила о пропаже рейса MH370. Но даже тогда самолет все еще находился в воздухе. Спутники попытались связаться с лайнером для обмена данными в 8 часов 11 минут. Судя по всему, сеанс не удался из-за отключенных на Boeing 777 систем связи. Увы, нет даже примерных координат самолета в момент попытки контакта со спутниками. Это помогло бы сузить зону поисков. После 7 часов в воздухе топливо уже заканчивалось, а значит область крушения должна была оказаться неподалеку от места спутникового запроса. В следующие месяцы развернулась одна из крупнейших поисковых операций. Но она не дала ровным счетам ничего. Спасатели изучили десятки тысяч квадратных километров поверхности Индийского океана, однако смогли сказать лишь одно – самолета нигде нет. Первые фрагменты рейса MH370 удалось найти только к середине лета 2015 года. Жители острова Реюньон, который находится в семи сотнях километров от Мадагаскара, нашли несколько сумок и фрагмент крыла под названием Флаперон. Если личные вещи теоретически могли потерять путешественники с какого-нибудь круизного судна, то металлический кусок был явно от самолета, причем большого. Позднее удалось подтвердить, что Флаперон принадлежит именно пропавшему Боинг-777. Казалось бы, еще немного и тайну разгадают. Достаточно изучить течение, чтобы понять, откуда прибило обломки. Но все оказалось сложнее. Под конец позапрошлого года молодая американская компания Ocean Infinity заключила с Министерством транспорта Малайзии договор. Если за 90 дней поисковое судно фирмы не найдет MH370, то специалисты не получат вознаграждение. Если лайнер обнаружит, Малайзия выплатит команде 20-70 миллионов долларов в зависимости от ряда условий. Мотивация у Ocean Infinity оказалась серьезная, да и оборудование тоже. Компания арендовала норвежское исследовательское судно Seabed Construct с топовым оснащением, которое предназначено для изучения морского дна. Сперва команда планировала исследовать 25 тысяч квадратных километров океана, но под конец экспедиции специалисты собрали данные села площади в 112 тысяч квадратных километров. И не следа Boeing 777. Зацепок практически не осталось. Однако оставался еще один шанс найти самолет. Через несколько недель после исчезновения MH370 китайский военный корабль Heikson 01 уловил два сигнала на частоте 37,5 килогерц, на ней обычно работают черные ящики. Более того, примерно в 90 километрах от корабля, на поверхности воды были некие белые объекты. Летом прошлого года Ocean Infinity собралась исследовать тот район, однако новостей больше не было, похоже, еще один тупик. Зато компании повезло с решением другой головоломки. Ocean Infinity смогла найти подлодку Сен-Хуан, которая пропала со всем экипажем, 44 человека, годом ранее. Субмарина покоится на глубине 920 метров в 600 километрах к востоку от побережья Аргентины. Все люди на борту признаны погибшими. Видимо, нахождение Boeing 777 стало для Ocean Infinity делом принципа. Компания заявила, что готова продолжить поиски. Команда планирует исследовать новую локацию при помощи подводных дронов, которые будут сканировать дно в поисках лайнера. Назначенный виновник. Наряду с местом падения Boeing 777, следователям не дает покоя еще один вопрос, что на самом деле случилось. Пропажа такого самолета до 8 марта 2014 года казалась невозможной. Да, в истории были случаи бесследных исчезновений, но не лайнера длиной 63 метра и не в 21 веке. Основная версия авиационных экспертов, которые изучали тайну рейса, вертится вокруг угона. Эта теория объясняет главную загадку, почему в самолете отключились транспондер и Акарс. Он развернулся и летел призраком еще порядка 7 часов. Но и здесь не все однозначно, ведь никто не выдвигал требований и не брал ответственность за произошедшее. Допустим, самолет захватили террористы, пассажиры и экипаж вмешались, и захватчикам пришлось отказаться от некой основной цели, чтобы просто разбить самолет, как это было с рейсом 93 United Airlines во время терактов 11 сентября 2001 года. Однако здесь вопросы к хронологии. Лайнер был в воздухе около 7 часов, и никто не попробовал выйти на связь по, например, спутниковому телефону. Исходя из этого, некоторые специалисты пришли к самой неприятной для всех теории, самолет был захвачен экипажем. Подозрение в первую очередь пало на командира и второго пилота. Дело в том, что между последней фразой, сказанной обычным спокойным голосом без признаков волнения, с Boeing 777 и разворотом лайнера на 180 градусов прошло всего две минуты. Едва ли захватчики могли настолько точно угадать момент прощания с диспетчером и угоном судна. Траектория маневров лайнера говорит о том, что самолетом управлял профессиональный пилот. Следователи изучили биографии пассажиров, ни у кого не было лицензии на полеты. Заодно выяснилось, что двое иранцев путешествовали с поддельными документами. Но детективы не нашли никаких связей с террористами, вероятно, люди были просто нелегальными мигрантами. По одной из версий, самолет угнал командир Захаре Ахмад Шах. В зарубежной прессе пилоты высказывали гипотезы, что запрограммировать систему самолетовождения ФМС, на расставленные вручную точки широты и долготы, по которым лайнеры не совершают рейсы, к югу Индийского океана, скорее было по силам Шаху, а не молодому Фарику Абдулу Хамеду. Однако назначить виновника не получилось. В отчете о расследовании говорится, что ничего негативного в отношении командира и второго пилота не найдено. Семья и родственники Шаха все время заявляли о невиновности КВФ, и на данный момент причины крушения до сих пор официально не установлены. При этом эксперты намекают, что хоть никого и не обвиняют, но главный факт игнорировать нельзя. Отключить транспондер и Акарс, а также задать новый маршрут, случайный человек не мог, это определенно сделал опытный летчик. На что указывают обломки. Время от времени появляются сенсационные находки в Google Maps. К примеру, якобы MH370 нашли в джунглях Камбоджи. Но подобное сложно воспринимать всерьез. Спутнику просто повезло сделать фотографию в момент, когда над зарослями летел крупный лайнер. Также у экспертов нет единого мнения по поводу причины крушения самолета. Специалисты сходятся в том, что лайнер выработал топливо. Дальше начинаются разногласия. По одной из версий, неуправляемый лайнер ушел в океан носом вниз. За время падения с высоты 10-11 тысяч метров, Boeing 777 набрал бы огромную скорость. Удар о воду в таком случае разрушил бы самолет на мельчайшие детали. Но выброшенные к берегу Рьюниона фрагменты довольно крупные. Вряд ли тот же флаперон размером около двух метров уцелел бы при вертикальном ударе о воду, если только он не оторвался из-за перегрузок во время пикирования. Поэтому сейчас стали говорить о другой версии последних минут лайнера. Самолет плавно снижался на малой скорости, словно садился на воду. Кто в таком случае управлял лайнером, непонятно. Обломки, которые могут принадлежать рейсу MH370, продолжают находить. В минувшем декабре кусок пола Boeing 777 и несколько других фрагментов заметили у берегов Мадагаскара. Но активные поиски Малайзия пока что не возобновляет. Правительство требует весомых зацепок, прежде чем снова давать миллионы. До обнаружения новых обломков следователи вряд ли смогут подобраться к разгадке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова